КУЛЬТУРНЫЙ КОТ КУЛЬТУРНЫЙ КОТО КУЛЬТУРНЫЕ АВТОРСКИЕ ПРЕЗВИДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА ЗВУЧАТ И ЗА РУБЕЖОМ Руслан Ивакин, этнический певец, более известный как Гураде, входит в элиту Этно-Уорлд Мьюзик Планеты. Его голос прозвучал более чем в 30 странах мира на лучших мировых сценах. Дважды лауреат премии президента Российской Федерации. Представитель этнической музыкальной культуры России в ЮНЕСКО в Париже и в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Финалист этнического Евровидения в Италии. Победитель международного проекта «Бродвей Дримс» в Нью-Йорке. О совместном творчестве, о новом сборнике стихов и песен, о сохранении самобытных культур народов мира и, конечно, о жизни. Сегодня в программе. Руслан, это же была твоя идея встретиться на природе в таком уникальном месте. Почему? Что мы здесь делаем? Я приехал отдыхать в Хакасию и завершить проект с Татьяной Фёдоровной. Мы задумали проект, который называется «Таёжные сны Енисея». Дело в том, что этот год — год нематериального культурного наследия. Я очень много гастролирую, путешествую, изучаю культуру народов. И мне всегда очень интересно, издают ли они что-то, чтобы передать следующим поколениям. Потому что к архивам допускают не все. Никогда не было такого сборника, чтобы издавалась и музыка, и нотный был сборник, и были стихи на разных языках. Недавно в Москве проходила книжная ярмарка. Я шесть дней ходил и подходил и спрашивал, издаёте ли вы сборники своих композиторов, либо народных песен, чтобы передать это новому поколению. Ведь это и есть патриотизм, это и есть и культурное наследие, которое есть у нас. Но все они отвечали хором «нет, нет, 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 нет». Поэтому так важно заниматься сегодня вот этим. Всё концентрировать, всю информацию в каких-то сборниках и передавать это следующему поколению. И мы решили, Татьяна Фёдоровна, создать такой сборник. Я говорю, ваша музыка прекрасна, несколько сотен произведений. Это должны услышать следующие поколения. Люди не привыкли ценить людей-современников, которые живут, творят здесь и сейчас. Нужно успевать это всё делать. Не через 10, не через 20 лет издавать этот сборник, а сейчас, в 2022 году, его издать. Всё-таки что войдёт в сборник? Какие песни, какие стихи? Содержание. Содержание, да. Значит, там будут стихи Руслана и несколько инструментальных произведений, избранные такие, которые пользуются популярностью. Это «Колыбельная богиня Умай», «Низ живого серебра», «Жарок», «Дух воды» называется пьеса, популярная очень. И песни на стихи Руслана. Вот он такой немножко гибридный получается. Вообще мы всё это делаем для детей. Мы адресуем это всё детям. Потому что, как сказал Сергей Михалков, мне нравится его фраза, «Сегодня дети, а завтра народ». Я очень надеюсь, что этот сборник даст толчок, во-первых, преподавателям, которые могут какие-то, не знаю, какие-то тематические вечера может проводить. Дети художественных школ могут какие-то интересные произведения свои создать. Потому что дети у нас талантливые очень. Ездят на разные выставки, участвуют в каких-то конкурсах потрясающих. И музыканты. Очень часто рядом с вашими фамилиями звучит эта фраза «Должен прославить республику», большая ответственность на плечи ложится. И вот эта ответственность постоянно, она вас тяготит или нет? Просто само творчество – это уже и есть ответственность. Нет такого ощущения, что надо, надо, надо. Может быть, я сейчас себя обманываю. Но, наверное, да, вы правы. Есть какое-то ощущение ответственности, что ты обязан, конечно. Я иногда так думаю про себя. Всегда почему-то куда-то спешу. Спешить-то не надо никуда. Но вот ощущение, что кто-то тебя подгоняет, что тебе надо. Вот на самом деле вот этот сборник, их может быть очень много, этих сборников. Потому что у него море стихов. Когда Руслан писал первые свои слова к песням, знаете, я почувствовала, что он должен делиться. Он должен делиться своим мироощущением. Райкин говорил, кто такой художник? Художник – это человек, который берет нужную краску и кладет ее в нужное место. Получается картина. И поэтому вот у меня ощущение, что у меня очень много рукописей, и мне нужно это все зафиксировать и передать людям просто, чтобы они могли наслаждаться. А у нас вот слушают люди песни, да? А аккомпанемента нет. Может, кто-то хочет тоже спеть. Нотные. О, это прекрасно. Конечно. А так вот ноты, ансамбли могут играть, да? И это все будет доступно. Это же прекрасно. Да, потому что часто спрашивают, а можно ли исполнять песни из вашего репертуара на конкурсах? Да. А дайте, пожалуйста, вот. А где взять? Да, где взять, как-то сыграть. Вот. Вот поэтому. Ну и еще такие проекты, они рождают новые произведения. Потому что «Таежные сны Енисея», например, этого стихотворения его не было. И просто когда мы придумали образ, у меня мгновенно сразу рождаются стихи. Руслан сегодня сказал, что люди не знают, что такое Енисей. Они думают, что это какой-то богатырь, который спит и храпит, надел корону из брюшники. Да, очень много вопросов по поводу сна Енисея. Вот. Они просто представляют сон, как сон человека. Но это же гораздо более глубокое понятие, да? Но мы вкладывали туда вот это состояние, когда человек творит, он тоже находится как бы в каком-то другом измерении. Ведь сон же это тоже другое измерение, да? Как-то интересно. 30% жизни мы спим. Умеем ли мы использовать эту информацию, которая приходит нам во сне? Я думаю, что творческие какие-то состояния, они как-то схожи. Тем, что человек от реальной жизни как бы отвлекается. Попадает в какую-то художественную реальность, которую, может быть, он видит. Он даже ее не создает, а как бы приглядывается. Потому что творит-то, ну, кто-то некий, какой-то творческий дух. Общий. Сейчас здесь, над Енисеем, можешь прочитать эти стихи? Да. Таежные сны Енисея, ночной, безмятежный покой, свирепые волны густеют, сливаясь с гидровой смолой. В них златом янтарь застывает Блаженство речная слеза Корону тайги украшает Сибирских небес бирюза С 2010 года вы сотрудничаете? Вообще, я этого мальчика увидела в 2007 году. Потом в 2009 году ты спел песню «Энерхаз». «Энерхаз», да. Да. «Мой таштыб, край родной». Да я написала песню, я надо было срочно... Когда песня? Вчера надо было, как всегда. Я говорю, господи, кто меня исполнит, кто запишет. А там праздник, «Энерхаз», «Таштыбский район». Я обратилась к Татьяне Алексеевне Масловой. Она говорит, есть один такой человек, который сходу споет и запишет. Позвонила, Руслан прибежал, действительно, два-три раза послушал. Побежали на запись. Выглянуло солнце. Через несколько дней день солнцестояния, такое значимое событие. Вот у вас много же песен, связанных с солнцем. Специально не смотрела автора музыки к песне «Солярда». И меня очень впечатляет вот эта фортепианная партия в конце. Мне кажется, это такой ваш красивый автограф вот в этой песне. Это ваше авторство? Музыка ваша? Ну да. Только у нас же идет такой творческий тандем. И Руслан, находясь в поле этой мелодии, он умеет как-то ее продолжить. Как будто бы, знаете, вот такие на веточке почки, и потом они как будто бы под воздействием его голоса они как будто бы распускаются, чувствуют их живое что-то. И вот это потрясающе просто. Поэтому вот в Соляре там есть такой припев, да, который... А уже развитие, да, когда? Да, 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 да. Мау, мау. И... Да, это здорово просто. Там какой-то, знаете, заложен такое... Что-то такое магическое, что-то такое-то ритуальное. И какое-то необъяснимое какая-то идет связь человека с природой. У меня так вот... Я так чувствую. Вы знаете, эта пьеса называется «Луналикая моя». Вообще вот как-то странно она написана. Она называется «Луналикая». А мы поем про соляр. Ну, потому что, видимо, эти два светила все равно каким-то образом связаны. И земля с ними связана, да. И в хакасских тахпахах очень часто, ну, поют об этих двух светилах, о солнце и о луне. Всегда сравнивают солнце с золотом, луну с серебром. Желают, чтобы и злато, и серебро было. В общем, ну, вот такой баланс некий. И когда мы работали с Русланом над песней Акуна, знаменитой этой песней, которую любит наш народ, очень любит. И тоже хотелось ее как-то развить. И Руслан тоже как-то так вот композиционно объединил. А потом вот отдельная песня родилась. Почему-то соляр. Ну, потому что тебе сюжет клипа, который отсняли тогда, он пришел ему прямо в самолете. Он уже прилетел. Он лежит к солнцу. Адварда пьяна. Да. Вот. А в этот момент стою с пледом, с мокрым, потому что... На всякий случай, да. И с ведром, и с ведром, да. Потому что если вдруг там что-то... И с ведром воды. Ну, это было очень эффектно, и, конечно, так, и... Раз заговорили о природных явлениях, у вас еще есть две замечательные песни. Это «Дождь ночной» и «Месяц холостой», «Осветили ночном». Вот о работе над этими песнями, о том, я знаю, что их любят зрители и всегда ждут на концертах. Здесь изначально родилась музыка у Татьяны Федоровны, и уже я вдохновился музыкой, оттолкнулся от музыки, то есть в них уже были заложены вот эти образы, которые мне нужно было лишь разгадать. Я заметила, что общаясь с человеком, от человека какие-то вибрации идут. Они, конечно, еле уловимые, но иногда происходит какое-то такое улавливание чего-то, я не знаю, может, будущего, будущих каких-то событий. Вы знаете, это какое-то необъяснимое совершенно состояние. И я помню, что мы сидели в этой маленькой комнатушечке у меня, да, и Руслан говорит, какую-то песню бы какую-то хотелось. Я говорю, ну, такую типа что-то вот, такое наиграло. Он моментально запомнил, поскольку у него память гениальная. И на следующий день он приносит слова. Именно об этой песне говорят, что она народная. Да. Мне кажется, это вот такое мерило успешности песни. Это происходило всё накануне крещения. Мы пошли добывать воду крещенскую. Вот, знаете, это настоящий колодец. Я помню, когда я заглянула в этот колодец, настоящий деревенский колодец, и как-то такое ощущение было, что луна встала и отражается. Я взяла фотоаппарат и сняла. А это такие, и появились золотые человечки. Я говорю, Руслан, смотри, мы ещё так приблизились. Смотри, там же, я говорю, целый мир. А, я уже не помню. А вот. А я помню. А театр-федорологи такие моменты. Да. И я говорю, смотри. Но это, знаете, и остался этот скрип. Скрип, вот, звук этого колодца. Как это поднималась эта вода. А мы всё ещё делали по традициям. Не ведро, это как он называется? Моя бабушка всегда говорила, да, что нужно идти к колодцу спиной и ни с кем не здороваться. Вот. Ну, видимо, чтобы как-то не спугнуть. А мы тоже так игрались? Я что-то где-то не помню, да? Да, да. Хруст сибирского снега. И вот это всё, оно через, наверное, наши души, оно вошло в эту песню. И оно осталось навечно там. И мне кажется, когда люди слушают эту песню, они вот всё чувствуют то же самое, что видели мы в тот вечер. Месяц холостой в речке ледяной ночью отражается. Не за горой луна В небе ото сна Утром просыпается Вдвоём верят и надеются Суждено им однажды встретиться Я вернусь к тому вопросу, который хотела задать Татьяне Фёдоровне. Мне так интересно, вы во многих интервью говорите, что музыка и физика чем-то похожи, сравниваете их и вот говорите о том, что это всё единое информационное поле, потому что ничто никуда не уходит и всё остаётся. Такая интересная точка зрения. Есть теории там звучащих струн, что мельчайшие частицы Вселенной, они так существуют, так как будто бы, ну это постоянно вибрация происходит, пульсация. Вот недавно учёные определили, что какие-то наши клетки, организмы наши, живая клетка, она как-то чуть-чуть меняется, и когда её сравнили с какими-то там пульсациями каких-то галактик, ну просто вот они совпадают. То есть меняется. Человек меняется, потому что он уже связан с космосом. Ну, имеется в виду как не физически, а на полевом уровне. Всё связано. Человек-творец, да, к нему что-то приходит, какого-то прошлого. Что-то вообще даже нельзя объяснить. Невозможно объяснить. С точки зрения науки. Например, когда мы работали над вокально-инструментальным циклом на немецком и русском языке, вот, «Hoi-t-Avon-Wertig-Winzein», «Сегодня вечером я буду ветру», мы выиграли грант с Татьяной Фёдоровной, немецкий грант. И когда работали над этой программой, то настолько вошли в поле сказок Гауфа, а он же такой был мистик, начали происходить очень интересные события. Например? И вот однажды, когда я писал слова, песни, я увидел на улице в 4 часа ночи человека, как будто вот не из нашего совершенно времени. Да, потому что он был совершенно в одежде, которую носили там 150 лет назад. Подумал, что мне уже стало плохо, наверное, от того, что я много работаю и день и ночь. Пора сбать. Да. Но я понял, что этот человек существует. Может быть, я думаю, как-то попал в какое-то другое вообще пространство, как-то интересно, то есть что с нами делает искусство. Вот. И мы долго потом обсуждали этот момент и действительно, может быть, это, ну вот, был сам Гауф. Я не знаю. Сейчас посчитают зрители меня каким-то, может быть, сумасшедшим. Но это так было. Я не могу это объяснить. Да, такой, знаете, налет мистики, он всегда присутствует, когда человек чем-то увлечен. Говорят, что различается, да, фантазия и иллюзия. Иллюзия – это что-то такое действительно несуществующее, да, что может разрушиться. А фантазия – это уже какой-то некий мир, который ты создаешь, и он существует в сказках. «Фантазия и иллюзия» Новая песня, «Звездные деревья» Татьяна Федоровна, слышали песни? Да, я всегда присылаю. «Звездные деревья»? Да. Судя по ряде, Татьяна Федоровна, она не слышала. Да, я фрагмент прислал, я просто не сказал вам, как она называется. Мне очень нравится возрождать музыкальную культуру. Сейчас я изучаю культуру вепсов, которые проживают в Карелии, и нашел колыбельную. Это большое счастье, потому что многие колыбельные просто пропали. Потому что у некоторых народов, и в большинстве случаев, они были личные. Их писали специально для определенного какого-то человека. И нельзя было эту песню исполнять при ком-то. А если кто-то, например, узнал эту колыбельную, и он исполняет его колыбельную при этом человеке, вверх просто нарушение деликатности, тактичности. Потому что, мне кажется, мама, она пела индивидуально, она считывала его как бы судьбу, может быть. Конечно, эти песни, они, получается, уходят вместе с этими поколениями. Сейчас эти песни не пишут. И, соответственно, я, даже если эти песни остались в архивах, как я имею право их исполнять или нет, раз эта песня личная. Хороший вопрос. Такого нет, то есть это колыбельная, да, как у многих народов. Вот она одна. А ты про какой народ говорил, что нельзя? На краю. У Нганасан нельзя. У Энсов нельзя. Недавно вот как раз был гастролем на Таймыре, и встречался с представителями народов, и они мне рассказывали. У меня вот такая была песня. И поэтому я сейчас хочу успеть поговорить с этими людьми, с этим поколением, и получить разрешение на исполнение, на фиксацию этих песен. И вот у Вепсов иначе. У них эта песня общая. Тоже там баю-баюшки-баю. У этой женщины, которая записала эту песню, у нее очень голос похож на мою бабушку. К сожалению, мои бабушки, моих бабушек уже нет в живых. И я думаю, что бы вот я сделал, если бы я встретился с ними, да, вновь. Я бы записал их голос. Я записывал ее разговор, но почему-то не записывал ее, как она пела. Она у меня была первая частушечница на деревне. По линии мама, бабушка Галина. Тембр этой женщины, да, которая из Вепсов, из Вепского народа, он очень похож на мою бабушку. И тема песни, сохранение, тема бережливости, да, всего того, что нас окружает. И герой этой песни, он сажает лес. И через несколько веков он возвращается на планету Земля. И у него происходит разговор со своим духом. И он вспоминает, что это его лес. Это лес его предков, да, это лес его детей, его внуков, правнуков. И он идет по следам, он как-то чувствует, встречается с этим лесом, обнимает эти деревья. И в них звучит голос вот этой матери, его бабушки, этой колыбельной. Тема того, что ты можешь сюда прийти, но прийти на пустую планету, где будет пустыня. К сожалению, если сейчас не задуматься и не начать бережно относиться к планете. Почему-то пока человек не будет связывать себя с окружением, я есть то, что меня окружает, не только в метре, да, не только в параметрах моего дома, но и в селах, городах, страны и планеты в целом. Но ничего хорошего не будет. Где в поле по туманам, счастливым мальчуганам, ты сеял свет. В ладонях были созвездия. То есть он сеял созвездия. Из этих созвездий вырастал лес, с которым звучит голос его предков. По туманам, счастливым мальчуганам, ты сеешь свет в ладонях созвездия. И босиком сквозь время покинешь свое племя. И нас уже нет, но выше деревья звездные. Малчуганам. Хой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я-яй-яй-яй-я-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот я всегда думала, почему, думаю, наши тахпахи, песни нашей Хакаски, они такие все медленные. вот такой темп дайте или там слова какие-то дальше во-первых замедляется время у человека который воспринимает эту мелодию да у него замедляется время он быстро отключается от реальной действительности от астрономического времени попадает в некую художественную реальность успевает услышать все слова и понять смысл поэтому медленный темп не потому что просто вот грустно да а это для того чтобы человек понял о чем какую информацию другой человек передает кстати наши предки что русские что хакасы все время же пели я когда разговариваю с народниками они говорят мы ставим многоголосье но раньше многоголосье владели вообще совершенно все все бабушки в деревнях владели многоголосье почему пропала наша музыка почему мы так редко стали петь есть на какие-то ответы на этот вопрос это это просто мои мысли я так думаю вот сейчас говорите лариса я думаю что конечно многоголосье это ощущение некого такого сотворчества и содружества и общности людей ведь когда люди объединяются это же огромная сила не прошибаешь вот это вот понятие дух да дух народа вот сейчас как-то чуть-чуть ослаб да и вот как только начинаются какие-то события которые требуют от нас какого-то объединения это все моментально срабатывает понятие народ а понятие человечества я все жду когда человечество объединится мы заблудились во времени откуда мы на землю брошенные семенем у камня выросшие цветы осколки небесного племени древние высеченные шрифты кружили хороводы белые будили сонные хребты всего не вспомнишь ты пока не прогремят раскаты еще такой гром очень красивое стихотворение и очень красиво и фонетически оформлено очень нравится звукопередача я предлагаю перейти к вопросам телезрителей где рождаются таежные сны у вас в сердце ли в сердце енисея и где сердце енисея поскольку человек на 90 процентов состоит из воды сердце енисея а то находится внутри нас потому что вот раньше хакасы спрашивали откуда ты из какой реки воду пил вот почему знаете земляки встречаются где-то и с какой я тоже из хакаси да почему происходит такое родство да как бы потому что люди пьют одну и ту же воду она структурирует их поэтому мы просто близкие очень родственники а мне кажется что они рождаются в северном ледовитом океане у меня есть стихотворение да где-то далеко оживают в юге запрягают белых гордых трех коней хомуты и нарядные расписные дуги льдинки колокольчики перезвон морей рысью понесется северная тройка слышишь звон серебряный все ближе все сильней разольется вольно и закружит бойко долгая дорожка стыли и не сей а в процессе творческих совместных работах бывали ли у вас разногласия во-первых энергия мужчины и энергия женщины это совершенно две разные два разных корня ну существует разногласий к что будут существовать разногласия но сотрудничество и сотворчество в том что они объединяются эти энергии и какие могут быть разногласия если стремление объединиться и говорить о чем-то вот как дышит смотрим в одну сторону до композитор же всегда мечтает чтобы у него был хороший исполнитель доставляете как мне повезло и как мне повезло как приходят музыкальные образа они приходят в особом состоянии души у меня лично больше когда меня настигает одиночество вот это какая-то неведомая какая-то страна который человек попадает и одни чувствуют себя там комфортно но более-менее как говорится да а другие себя чувствуют некомфортно и они убегают убегают другие миры ну там наркотики там алкоголь да еще надо что-то вот и человек на самом деле должен жить в своем мире и этот мир должен быть у него чем шире чем многообразнее внутри человека и же пространство вот и еще ощущать его а ну и называется одиночество на самом деле это связь с природой а у меня наверное это одержимость чем-то например лучом света лучом солнце и я как-то смотрю я только вот в этом событии только здесь и сейчас да я по-хорошему до одержим вот этим и и думаю только об этом и у меня уже просто приходит мелодия текст как звучит ваша тишина для меня тишина гармония между если ты не гармоничен из тебя внутри что-то как это крутит какая-то мысль какой ты ты же не можешь ощутить тишину тишина это когда есть благость равновесие душевное я вчера помогал маме клеить обои четырех часов утра и мы легли где-то вот уже в пятом часу и было открыто окно и знаете это просто вот часть слышать кукушку потому что там рядом сад лес кукушку жаворонков немножко ветра и вот так так звучит моя тишина да и я когда кстати пишу стихи и сказку москве очень сложно да отыскать тишину я включаю звуки леса я вчера думал боже мой я ничего не включал это настоящие и нет машин звука машин нет звука дрели господи боже мой звук дрели пилы если бы творец подарил бы вам дар перевоплощения кем бы вы хотели быть и если бы у вас была волшебная сила чтобы вы сделали я бы не хотел бы перевоплощаться вот мне кажется нужно ценить себя до настоящего ты пришел и сейчас постараться сделать все вот в этом теле в этой личности чтобы я сделал я наверное если у меня была волшебная палочка я бы ускорил бы осознание свое предназначение потому что иногда человек не может очень долго найти свое предназначение я например наверное с детства с четырех с пяти лет вот это осознал и мне очень больно смотреть на людей которые начинают заниматься не своим делом вот тем самым сталкиваются лбами да а мне кажется мир так устроен что всех нас как-то погружают сюда на планету чтобы мы вот такая сложная система но она не не должна сталкиваться не должно быть замыкание потому что каждый уникальная личность на этой планете значит вот по поводу перевоплощения да да немножечко этот вопрос попахивает конечно реинкарнации вот я вот иногда тоже думаю вот действительно если реинкарнации помним ли мы но я вот подумала что если бы наверное я захотела перевоплотиться то я бы перевоплотилась только во что-то такое где течет время медленно например вот гора вот мы сейчас сидим да там время же тоже идет но только медленно вот я бы хотела во что-то такое превратиться чтобы насытиться жизнью ты если бы у меня была волшебная сила я бы только тоже вот как-то наоборот ускорила бы время что-то сделать такое чтобы люди жили в мире и прекратилась какая-то агрессия у меня сейчас в доме идет ремонт значит лифт его обшили какими-то вот дощечками там кто-то написал добро огромными буквами и вот на следующий день я захожу в этот лифт и добро представьте вот просто перечеркнуто и под ним написано зло это же начинается все действительно зачеркивание где-то а потом реализуется в жизни очень-очень печально если посчитать все маленькие большие победы и поражения то как ком проценте можно их соотнести и какой ваш оберест хотел сказать 90 на 10 но наверно побольше побед где-то 80 на 20 80 поражений 8 и 20 успеха и к сожалению это происходит из-за разных факторов чаще всего из-за человеческого фактора мы даже взять конкурс вокальный да немножко другой состав жюри и уже будет другой победитель к сожалению несправедливости очень много когда просто не замечают людей которые которые талантливые я сейчас не присяг говорю вот я недавно сидел в жюри и понял что это безумно сложно потому что журить да да во первых нужно оценивать я не люблю оценивать и я постарался оценивать ну так как жюри должен оценивать песни не человека песни с точки зрения будет ли она жить здорово когда встречается исполнитель и песня и они находят друг друга они вот друг для друга а бывает так что и на конкурсах просто не для этот исполнитель очень сильный но ему не подходит эта песня у меня так случалось много раз и к сожалению ты не всегда можешь выбирать это прекрасно когда есть выбор что касается нашего предназначения многие думают это вот ты ты вот узнал вот иди своей дорогой я говорю а ты люди просто ну очень много мне кажется да лени потому что это сложно идти к своему предназначению это труд очень большой труд борьба чтобы вот занять это место и чтобы тебя услышали на данный момент из всех до событий я стою на восьмидесятом наверное этаже в нью-йорке после шоу на бродвее просто очень много в российских проектах как раз было вот такой несправедливости и тут было все честно вот просто талант и глыбы люди которые композиторы которые написали там к анастасии до диснеевского мультфильму музыку и они с тобой разговаривают в одном поле да на одном уровне и было столько счастья знаете счастье вот какого-то духа что все так как должно как должно быть и все очень честно и достойно что я на своем месте я не занял не чье-то место я полностью честен перед собой перед этими людьми я пою то что я хочу это это огромное счастье и я благодарен за эти моменты я очень хочу чтобы было побольше честных справедливых проектов чтобы было меньше расстроенных несчастных людей творческих татьяна федоровна большие победы большие победы и поражения в каком проценте можно их соотнести вы знаете сами самого словосочетания там вот победы и поражения они больше воинские они больше может какие-то мужские у женщины наверное больше каких-то открытий причем внутри себя поражение это наверно может быть скорее всего для женской души может это какие-то разочарование вот ты думал так а случилось по-другому да но ведь тоже зацикливаться на этом нельзя но ощущение наверное эвереста это рождение ребенка какое-то такое счастье которое какое-то истинное природное и ведь стать матерью это же большая очень метам метаморфоза в организме женщины происходит да вот и рождение жизни другому человеку когда даешь когда ты например вдохновляешь кого-то да на что-то человек меняется допустим лучшую сторону это мне кажется женская задача женская за что женщина только может это делать исполнение заветной мечты это твой эверест для меня это было конечно моя на сегодняшний день я так оглядываюсь наверно самая сильная мечта это поступление в ленинградской консерватории это это был мой эверест это была вот такая вот заветная мечта которая сбылась это ощущение счастья я так думаю эверест это ощущение счастья ну это может быть и каждый день наблюдение за жизнью самое главное это что жизнь не останавливается идет вперед что цветы когда вянут знаешь что весной все возродится и вот это постоянное возрождение постоянно рождение чего-то нового и это это есть смысл жизни и это для каждого человека должен быть вот такая победа что даже если тебе сейчас плохо наступит завтра день но ты должен победить это состояние переждать его верить во что-то это и есть эверест когда дух все время не сдается может маленько пафосно очень красиво спасибо за эту мысль я согласна с вами 29 сентября концерт пришла на мамка не будет совместное выступление или нет если он пригласит конечно готовится очень много новых песен и я думаю что мы что-то сотворим до сентября вместе что-то напишем совместно и подарим в этот день людям что красивое конечно все просят те песни которые уже много раз месяц холостой дождь ночной пожалуйста но есть же до исполнителя вообще одной песни я всегда еда я я очень волнуюсь волнуюсь что я я говорю а вот вы эту хотите услышать конечно берем все никак а у май хотите услышать конечно а шамбулу конечно а колыбельный ветра конечно а месяц холостой да конечно да и все и получается так евро ребят набирается уже все целый концерт когда поставить новые песни и получается что концерт постоянно расширяется от двух уже до трех часов и дальше предлагаю на этом закончить нашу беседу до следующих встреч в эфире я желаю вам дорогие зрители чтобы вам снились прекрасные сны вот прекрасные сны это гарантия что все-таки 30 процентов жизни твоей будет нормально дорогие зрители я хочу пожелать всем вам ценить каждую секунду жизни когда ты живешь далеко от своей родины да все-таки начинаешь как-то больше ценить моменты когда приезжаешь сюда и вот у меня на сегодняшний день вот шесть дней я на родине я просто вот каждую секунду проживаю какой-то такой любовью вот я смотрю на родителей смотрю на свой дом я смотрю на цветы на наш сад я общаюсь со своими друзьями со своими вообще близкими людьми и наслаждаюсь этой жизнью умеете видеть счастливое потому что мы привыкли замечать какие-то такие моменты негативные да а какие-то моменты счастья мы даже как будто это и норма да и не восхищаемся моментами счастья вот побольше восхищаетесь побольше замечаете эти моменты и мне кажется их будет больше пусть вашей жизни их будет больше спасибо за то что были с нами увидимся в следующий раз культурный код